И вот сырость, грязь и черви. Такую картину недавно можно было наблюдать в подвалах некоторых многоэтажек в поселке Солнечный. Их обслуживает управляющая компания, которая принадлежит депутату-кумунисту Николаю Бондаренко. Саратовцы были вынуждены обратиться в федеральные СМИ. Подвал седьмого дома. Весь в воде. В таких вот условиях живут люди в седьмом доме. Здесь живут черви. Жители уверят, что неоднократно обращались в обслуживающую компанию «Красная». Но там лишь разводят руками. Из-за бездействия коммунальщиков жильцам квартиры на первом этаже приходится бороться еще и с комарами. Не справляются даже специальные средства. Но ноябрь месяц комары просто еще больше стал, чем летом. С первым ребенком к дерматологу обращался. Это буквально четыре дня назад. У него вся щечка была просто накусана. Комары от сырости. Потому что у нас подвал сырой. Во-первых, иногда даже вонь бывает оттуда с подвала. Вот нет местами как-то раз такой запашок прям реальный. Фирма коммуниста Бондаренко обслуживает эти дома уже два года. Порой жильцы не видят горячую воду по несколько дней. А у подъезда в грязь и мусор. Однако коллеги коммунисты-бизнесмены уверены, что все это происки политических противников. Люди не жаловались. Есть заключение. Заключение у нас есть от ГЖИ, от комитета ЖКХ, от прокуратуры и от Водоканала о том, что никаких нарушений нет. У нас есть официальные документы. И все проверки, которые туда направила власть для того, чтобы попытаться каким-то образом очернить КПРФ и Бондаренко, провалились. Поэтому вы можете сейчас обратиться к этим структурам. Мы вам предоставим все документы, подтверждающие, что там идеальный порядок. О неидеальном порядке на территории двух домов управляющей компанией «Красная» говорят не только местные жители. Государственная жилищная инспекция устроила проверку в подвале с червями. Вывод – проблемы есть. Видны следы затопления, что было затопление. На момент проверки 8 числа видно, что проводились работы по откачке этой влаги. Но подвал, там грязные жижи и присутствуют небольшие лужи. По факту затопления подвала, то есть вывели нарушение обязательных требований по задержанию общего домового имущества. Выдано предписание. Навести порядок красным коммунальщикам необходимо до 29 ноября. В противном случае им придется общаться с сотрудниками правоохранительных органов, а управляющую компанию лишат лицензии.